Всем привет! У нас сегодня новый видеообзор и как вы можете видеть у нас есть шанс рассмотреть поближе новый набор от ICM. Это МиГ-25ПД, новая версия знаменитого истребителя. Как вы помните, украинская компания выпустила МиГ-25 пластик довольно-таки недавно, но уже есть на рынке несколько версий. И вот ПД вариант уже продолжает данную линейку. Также напомню вам, что мы собираем деньги на новую камеру, вы можете нам помочь тоже. На сайте есть такая кнопка Donate, все осуществляется посредством PayPal, то есть это должно быть безопасно. И разумеется, вы определяете то количество денег, которое мы получим. Что касается самого набора, он уже должен быть в продаже, он должен продаваться в хороших модельных магазинах. И, например, модели Мекс, я знаю точно, он там уже есть в наличии. Бокс-арт очень красивый, вот вы можете видеть сравнение с моей рукой. Коробка небольшая, но есть один нюанс. Вы можете видеть то, что она стала толще. Это новый, скажем так, тип коробки, который теперь более просторный для деталей, то есть не будет никаких отломанных элементов и всего остального. На стороне у нас вот имеется историческая заметка и немного информации о наборе. Внутри 202 детали, что довольно-таки немного для 48-го масштаба истребителя, тем более, особенно если учесть его размеры. Но сама проработка, как вы помните, по предыдущим обзорам очень даже неплоха, поэтому здесь нет никаких сомнений, что здесь будет точно такая же ситуация. Сама коробка открывается вот немного сложновато, потому что крышка сидит очень плотно. Кто-то ее склеил так очень старательно, что она вот не снимается с первого раза, поэтому нужно вот немного попотеть, чтобы ее снять и при этом не порвать. Мне приходил, вернее пришел то, что другой набор, тоже в новом типе коробки, и там уже видно то, что ее порвали по углу. И я надеюсь, что в новых наборах мы уже увидим совсем другую ситуацию. Ну, потому что, сами понимаете, как бы вот так вот тоже не очень удобно открывать коробку. Но это лучше, чем отломанные детали, скажем так. Вот я все еще пытаюсь открыть, снять эту крышку, причем сделать это как более можно аккуратно. Можно было бы даже немного перемотать видео, потому что это очень долгий процесс, как вы можете видеть. Тем не менее, что касается самого пластика MiG-25, пока я вот пытаюсь открыть эту коробку, по MiG-25 уже вышло несколько интересных дополнений, поэтому если вы соберетесь строить вот эту модель, у вас уже будет кое-какой выбор, чтобы хоть что-то установить более проработанное. Как вы помните, были нюансы в наборе, поэтому можно обратить внимание. Ну, вот я снял верхнюю крышку. Как вы можете видеть, сама структура коробки такая же. Вот эта вот плотная коробка должна предотвратить возможные повреждения. Внутри все литники упакованы в один пакет, и сейчас мы будем их доставать, разумеется. Давайте уберем их из коробки. Внутри вот еще инструкция на дне, но до нее мы дойдем. Сами литники уложены довольно-таки плотно, но, как вы видели, в коробке было место, поэтому никаких, скажем так, проблем не должно возникнуть. И я сомневаюсь, что вам придут поврежденные детали. Сейчас вот мы аккуратно вынем все из пакета и начнем наш осмотр литников. Так, что у нас здесь имеется? Начнем с вот этого вот небольшого литника. Как вы можете видеть, это прозрачная рамка, которая упакована в отдельный пакетик, чтобы не поцарапалась при транспортировке. И, как вы можете догадаться, здесь у нас детали для фонаря. Разумеется, фонарь сборный, поэтому вы сможете изобразить его в открытом или закрытом виде. Также имеется вот приборная доска детали и несколько линз для фар, посадочных фар, которые должны быть на самолете. Само качество лития отличное, но не забываем то, что масок в комплекте нет, поэтому их нужно докупать отдельно или же придется вырезать самому. Выбор за вами, разумеется. И я думаю, кому-то будет интересно самому попотеть, а кто-то возьмется сам это все сделать. Дальше у нас идет первый серый литник. Вот эти две крупных панели, это, скажем так, фюзеляж, основная часть. И, в принципе, в этом как раз и заключается вся соль набора. То, что здесь все поделено таким образом, что у вас не будет никаких проблем при сборке. Вот вы можете видеть проработку вот этих деталей. Внутренняя расшивка, клепка, все выглядит довольно-таки аккуратно. Внутри имеются, разумеется, направляющие, потому что иначе это было бы очень непросто совместить вот такие крупные панели вместе. И вот, например, вы можете видеть створки шасси, которые тоже выглядят довольно-таки аккуратно, особенно для 48-го масштаба. Ну и, разумеется, все будет зависеть еще от качества окраски, потому что все это можно выделить смывками и всем остальным. Далее у нас следует две одинаковых рамки. Это под вооружение выделено. Разумеется, мы посмотрим только на одну, потому что детали абсолютно одинаковые. И, как вы можете видеть, ракеты нужно будет склеить из нескольких деталей. Причем, обратите внимание, что носовая секция сделана отдельно, что, в принципе, некоторых моделистов, скажем так, может разозлить, но внутри хотя бы имеются направляющие. То есть, хотя бы так производитель помогает нам упростить сборку. Но, разумеется, никто вас не останавливает от приобретения смолы, которая будет смотреться даже лучше. Здесь как бы даже нет никаких сомнений. Далее у нас следует очередная серая рамка. Здесь у нас уже, вот вы можете даже видеть, имеются панели воздухозаборников. Тоже очень крупные. Как вы помните, на этом самолете они выделяются. И, опять же, их нужно будет собирать из отдельных деталей. То есть, здесь нужно будет поаккуратничать. В принципе, я думаю, при аккуратной сборке никаких проблем не возникнет. Вот эти вот две детали, кстати, это носовая часть. То есть, носовая часть будет тоже отдельно. И внутри, вот, у воздухозаборников имеется даже проработка кое-какая. И то же самое можно заметить в деталях для двигателя. Для кабины имеется направляющий, чтобы все аккуратно расположить на месте. И вот вы можете рассмотреть все поближе. Выглядит очень аккуратно. Сами крепления, обратите внимание, очень тонкие. То есть, никаких проблем с отделением, я думаю, тоже не будет. Ну и внешняя проработка точно такая же, как мы видели на фюзеляжных панелях. То есть, внутренняя расшивка, клепка, все на месте. Далее. Далее у нас следует еще одна серая рамка. Сейчас я ее достану. И покажу. Вот она. Разумеется, сразу вот носовой конус, который нужно будет собрать из двух половин. Ну, все бы сказали то, что почему? Нужна одна деталь. Ну, хотя бы внутри имеются вот направляющие, штифты. Хоть что-то поможет эту деталь собрать вместе. Но все равно придется попотеть, чтобы не было никаких стыков. Тем более щелей и всего остального в таком заметном месте. Внешняя проработка все так же на уровне. Здесь никаких нареканий нет. По крайней мере, с моей стороны. И также сверху можно видеть сопла. Которые, насколько я помню, тоже уже вышли в виде смолы. То есть, те, кто захотят, могут заменить их аналогом от производителей автормаркета. Здесь у нас хвостовые детали. Обратите внимание, что большие и крупные колеса шасси собираются из двух половин. И хвостовые детали выглядят отлично. Но опять придется поаккуратничать при их установке. Внешняя проработка тоже вообще просто аккуратно, красиво и должно смотреться отлично на готовой модели. А вот по поводу колес я бы рекомендовал посмотреть смолу. Ну, потому что модель сама по себе крупная. Сами детали тоже очень крупные. И хотя колеса выглядят... Вот сейчас мы попробуем приблизить. Из коробки они выглядят отлично. Для из коробочного варианта тоже подойдут. Но профессионалы наверняка их заменят на смолу. Потому что такая модель достойна улучшения, скажем так. И, кстати, справа вы можете видеть некоторые детали кабины. Которые будут собираться из отдельных частей. Вот, кстати, с другой стороны колеса шасси. Далее у нас следует... Сейчас я достану ее. Вот она, рамка с подвесным баком топливным. Вот эти две большие половины. Их нужно будет склеить вместе. И только тогда он у вас получится. Также имеются вот некоторые детали для шасси. Также для двигателя. Вот детали ниши шасси тоже, которые выполнены отдельно. И обратите внимание, что на них тоже имеется кое-какая проработка. Которая будет выглядеть отлично после смылок. Разумеется. Вот она поближе. Насколько я помню, выходило даже травление, которое там прорабатывает все от и до. Но здесь уже выбор за вами. Потому что, разумеется, работы нужно будет сделать уже побольше тогда. И крайний литник. Вот он, вот он, вот он. Здесь у нас детали для крыла. Каждая сторона должна быть собрана из двух половин. И крепится на вот этих вот довольно-таки крупных штифтах. Обратите внимание, что внутри у нас есть направляющие. И также самоочленение выполнено таким образом, чтобы не было видно краев. Вот внешняя проработка. Здесь уже не буду повторяться. Все то же самое абсолютно. И это хорошо. Далее. Сейчас вот я вам покажу. Еще раз напомню то, что штифты. Но далее у нас следует еще один интересный момент. Сейчас я вам покажу. Разумеется, это инструкция. Инструкция отпечатана в типичном таком ICM-овском стиле, в цвете. И имеется историческая заметка на первой странице. Но перед этим, перед тем, как я раскрою страницу, обратите внимание, что имеются технические спецификации. А внутри у нас спрятаны декали. С декалями здесь очень интересная ситуация, потому что вот он первый лист. И также вот он второй. То есть у нас символ и техничка отпечатаны отдельно. И как вы можете видеть, у них даже обозначение номер набора с буквой S. На карте деталей несложно заметить то, что имеются детали, которые не будут использованы в данной версии. Но большинство все равно нужно будет склеить вместе. Сборка начинается с кабины, разумеется. Продолжаем мы, соединив все носовые детали вместе. Распорки соединяются, воздухозаборник потихоньку собирается. Все это опять же совмещается вместе. Окрашиваются ниши шасси. Обратите внимание, что производитель рекомендует окрасить их сразу. Но опять же выбор здесь за вами. Далее следуют шасси и стойки. Мы собираем все на нижней панели фюзеляжа, хвостовые панели. Все это склеиваем вместе. И вы можете видеть, что членение сделано таким образом, что все нарезано точно по панельным линиям. И навряд ли у вас будут видны стыки, если вы все аккуратно совместите вместе. Далее собирается крыло. Вставляется фюзеляж. Здесь мы уже присоединяем различные створки отсеков. Обратите внимание, что воздухозаборник и нос нужно собрать отдельно. И опять придется поаккуратничать, напомню. Дальше у нас следует колеса шасси. Вот он подвесной бак. Разумеется, огроменный. Ракеты. Ракета отдельная страница. Опять же напомню, что вы можете взять смоленую альтернативу. Дальше все это устанавливается на фюзеляж. Фонарь. И всего нужно будет выполнить 106 штагов, чтобы получить модель готовую к сборке. Вернее, к окраске. И затем уже следует деструкция по нанесению технички на самолет. Первый вариант окраски. Второй вариант окраски. И дальше третий и четвертый. Разумеется, разнообразием они особо не отличаются, так как это типичный российский самолет. Но все равно в них есть своя прелесть. И здесь будет выбор уже за вами. На этом видео обзор как бы окончен. Других компонентов в коробке я не вижу. Разумеется, мне будет интересно узнать ваше мнение об этом наборе. Вы можете написать его ниже, в комментариях. Сейчас я даже, может быть, покажу, где они. Они должны быть где-то вот здесь. И, разумеется, если видео понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. И мы увидимся с вами в новом видео обзоре далее. Пока. ��오IPANT СПОКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВ.КОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКОВКО tackle it.